Донецкая область Анна Ковалева, главный внештатный фтеатр Донецкой обл. госадминистрации, Ирина Сашенко, руководитель проекта «Остановим туберкулез» Донецкой области, благотворительного фонда Лената Ахметова «Развитие Украины» и Антон Владимирский, руководитель отдела информатизации Донецкого мед. университета. Мы работаем в прямом эфире. Если вы хотите задать вопрос нашим гостям, звоните. 0850 1722, телефон нашей студии. Итак, мы знаем о том, что Донецкая область еще недавно занимала второе место по заболеваемости в Украине. Всемирная организация здравоохранения говорила об эпидемии опасного заболевания. Высокая урбанизация региона и четыре тюрьмы с тубдиспансерами способствовали этому. Скажите, пожалуйста, Анна Григорьевна, действительно ли сейчас такая ситуация и чем была обусловлена тогда? Правильно ли я назвала факторы? Абсолютно правильно вы назвали факторы. Это действительно региональные факторы риска, которые всегда способствовали высокому уровню заболеваемости в нашей области. По крайней мере выше, чем в среднем по Украине. Но мы достигли пика эпидемии в 2005 году. И показатель заболеваемости тогда превышал средненациональные примерно на 30-40%. Это существенно, конечно. Очень даже. И показатель заболеваемости был более 100 на 100 тысяч населения. Это очень высокий показатель, который в три раза превышает эпидемический порог. Именно поэтому, по итогам 2005 года, в 2006 году мы стали думать, что делать дальше, как работать, какие рациональные, как рациональнее организовать работу, где найти источники дополнительной финансирования, как рационально использовать эти средства, чтобы получить максимальный эффект. Чего не хватало. И именно в результате проведенного анализа встал вопрос о разработке областной региональной программы борьбы с туберкулезом на 2007-2011 год. Безусловно, эта программа бы не состоялась, если бы ее выполняла только областная госадминистрация и здравоохранение. И только государственно-частное партнерство при поддержке Фонда развития Украины Рината Ахметова, в общем-то, стали основным спонсором, фонд стал в этой программе. И поэтому спустя уже, вот как говорится, после этого прошло уже более пяти лет, шесть лет, на сегодняшний день я могу однозначно сказать, что заболеваемость мы снизили примерно на треть за это время. Показатель смертности от туберкулеза на 40%. Общее количество больных туберкулезом в области, ну, пропорционально снизилось не менее, чем на 40%. И на сегодняшний день в антирейтинге в Украине наша область сместилась со второго места, о котором вы говорили. Вот по итогам 2013 года мы уже на девятом месте. А если не брать в расчет больных туберкулезом в местах лишения свободы в нашей области, они как раз сконцентрированы у нас, то наш показатель среди гражданского, так сказать, населения ниже среднего по Украине. Поэтому я считаю, что программа достигла своей цели, но, безусловно, туберкулез это не та инфекция, которую можно побороть очень быстро и даже за пять лет. Поэтому залог успеха дальнейшей работы это продолжение программы однозначно. И даже совершенствовать эту работу. И тем не менее, я так понимаю, все равно, несмотря на то, что много достигнуто, но эпидемия не преодолена. Эпидемия порог же 70 на 100 тысяч населения. Нет, вот как раз у нас же ниже, чем 70, поэтому преодолели. Но дело, значит, понимаете, классическое понятие эпидемии, это классическое понятие для любого заболевания, для любой инфекции. Это когда страдает этим заболеванием более 1% населения. У нас больных туберкулезом в области в пределах 5 тысяч. И это значительно меньше 1%. Поэтому говорить о классической эпидемии нельзя. Но нужно говорить о высоком уровне заболеваемости. Он на сегодня составляет в гражданском секторе 65 на 100 тысяч. При пороге эпид благополучия для нашего региона где-то порядка 30-35. То есть в 2 раза выше порога эпид благополучия. То, что может быть и чего хотелось бы. Это высокий уровень заболеваемости. И у нас есть над чем работать. Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, как начинали сотрудничество? Почему решили уделить внимание именно этому сектору здравоохранения? Ну, как правильно сказала уже Анна Григорьевна, о том, что мы посмотрели уровень заболеваемости в 2005 году составил выше 100 на 100 тысяч населения. И этот уровень был такой высокий, продолжался рост где-то с 1995 года. То есть 10 лет? Практически за 10 лет уровень заболеваемости поднялся на 75% в области. И понимали, что совершенно недостаточно сил, средств для борьбы с эпидемией. И в 2007 году, в мае месяце, был подписан меморандум между фондом Рината Ахметова о развитии Украины, между учредителем и руководством областным советом и облгосадминистрацией о намерениях по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области. Какие именно меры были? Почему такой рост был допущен? Ну, кроме того, что денег не хватало, чего еще не хватало? Значит, прежде чем начинать рассматривать, а что же делать первоочередное, чтобы снизить эпидемию в Донецкой области, мы проанализировали ситуацию, пригласили международных экспертов и пришли к выводу, что есть ряд проблем, которые нужно решать неотлагательно. Прежде всего, сегодня туберкулез без лабораторного подтверждения, то есть без выявления возбудителя туберкулеза, очень сложно решать вопрос о лечении. Поэтому мы понимали, что на то время уровень лабораторного подтверждения составлял не более трети больных, имели диагноз лабораторного подтверждения. Это очень мало. А остальные? Остальные лечились, не зная, какой возбудитель, и, собственно говоря, продолжали такую схему лечения, которая, может быть, не всегда была оправдана. Это была первая задача. То есть неэффективно, да? Совершенно правильно. Поэтому наша первая была задача сделать так, чтобы доступность и равные возможности для всех на уровне европейских международных стандартов были в Донецкой области. И мы практически на сегодня можем сказать, что мы эту задачу в области решили. Сегодня жители нашей области имеют полную возможность методами современными, молекулярно-генетическими, которые сегодня можно использовать. И как следствие у нас, могу вам сказать, назвать такую цифру. Сегодня у нас лабораторное подтверждение диагноза больных туберкулеза свыше 60%. Это хороший показатель и говорит о том, что 60% больных, которые выделяют возбудитель туберкулеза, могут быстро, качественно и целенаправленно получить лечение от туберкулеза. Это был важный вопрос. И, извините, еще был один очень важный вопрос. Мы понимали, что сегодня на тот момент в области не было тех условий для лечения больных туберкулезом, которые должны быть сегодня, потому что это инфекционное заболевание. И, конечно, вторым важным моментом было привести в соответствие нормативам по безопасности пребывания и комфортным условиям лечения больных в стационарах. Эта задача практически решена в пяти противотуберкулезных учреждениях Донецкой области. А в областной клинической туберкулезной больнице, в отделениях для лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, они соответствуют европейским международным стандартам. Скажите, пожалуйста, сколько и какое оборудование было закуплено? Я поняла так, лабораторная база была обновлена и отремонтированы полностью топ-диспансеры. Значит, я могу сказать, что в прошлой программе 2007-2011 примерно 116 миллионов гривен. Это те затраты, которые были распределены между областным советом облгосадминистрации, 50 миллионов, примерно около 50 миллионов, это фонд развития Украины, и где-то примерно 16 миллионов, это деньги местных бюджетов. И практически эта задача была выполнена, и оборудование говорило уже о том, что сегодня в пяти противотуберкулезных учреждениях есть условия, и есть все лабораторное оборудование, чтобы быстро и точно поставить диагноз Донецкой области туберкулез. Вот я знаю, что новые проблемы уже в лечении туберкулеза, это лечение мультирезистентных фонд туберкулеза, когда обычно, допустим, стандартное лечение не приносит результата, да, и также частое сопровождение ВИЧ и туберкулеза тоже. Каким образом, может быть, фонд тоже занимается этим, уделяет этому внимание, может быть, какое-то особое оборудование приобретается для определения? Когда начинали программу первую, то за средства фонда было отремонтировано, собственно говоря, все отделение, которое сейчас функционирует на базе областной клинической туберкулезной больницы. Областным советом облгосадминистрации были отремонтированы еще три отделения. Более того, фонд практически за это время закупил все средства индивидуальной защиты, которые сегодня нужны для персонала. Имеется в виду, это респираторы, потому что сегодня работать нужно в связи вот с такими формами туберкулеза, работать нужно в респираторе для медицинского персонала. Это опасно, естественно. Поэтому вот это важный момент. Кроме того, мы закупали для обезвреживания воздуха инфекционный контроль, как называется в медицине. Это лампы бактерицидные облучатели, для того, чтобы они были там в повышенного риска во всех у нас отделениях и во всех блоках, чтобы они функционировали. Это очень важные были моменты. И практически мы эту задачу сегодня решили и продолжаем решать, потому что она требует все время постоянного внимания. И вот эти все моменты, которые были учтены и выполнены в программе 2007-2011, мы учли, что сделали, что не доделали и включили в программу 2012-2016. Я еще добавлю, что для диагностики, как вы сказали, мультирезистентных форм, это действительно очень актуальная проблема, чтобы обеспечить раннее выявление и пресечь распространение. Так вот, фондом Рината Ахметова были приобретены 4 аппарата молекулярно-генетической диагностики. Это недавно. Это было в прошлом году, в 2013 году, даже в конце 2012 года. И один аппарат, только один аппарат, мы получили за счет государственного бюджета. Итого, на сегодня в Донецкой области 5 аппаратов молекулярно-генетической диагностики. При том, что во всех других областях Украины по одному аппарату, полученному из государственного бюджета. Кроме того, у нас работает программа «Врачи без границ». Это тоже международная организация, которая работает в целевом порядке в пенитенциарном секторе. То есть в местах лишения свободы, в тюрьмах. Абсолютно правильно. И там тоже есть джинэксперт. Поэтому на сегодня в Донецкой области просто уникальные условия. И, как говорится, грех ими не воспользоваться. И нужно правильно, рационально использовать это, чтобы своевременно, быстро ставить диагноз. А уже скажите, пожалуйста, есть результаты? Мы знаем о том, что было в течение буквально прошлого года, да, установлена часть там в 12-м, немножко в часть в 13-м году. Вот эти джинэксперты. Есть уже результаты по выявляемости? Ну, Риба, знаете, у нас на достаточно хорошем уровне была уже диагностика к 2013-му году. Мы с 7-го года занимались предметно этой проблемой. Но что эти аппараты дали возможность устанавливать диагноз в течение буквально максимум 3-х дней. Вернее, как говорится, сразу. То есть быстрее. Но через 3 дня больной может начинать правильное лечение. Поэтому, если говорить об общей выявляемости, она не, как говорится, улучшит форму, скажем так, да? Да, не намного в 13-м году. Но зато своевременность, это однозначно, это 90% больных вот такими тяжелыми формами имеют возможность практически сразу начинать правильное лечение. Сколько это вот в абсолютных цифрах 90% больных и вообще, в смысле, сколько всего больных мультирезистентными формами? Насколько страшна эта форма, если вовремя не начать правильное лечение? Ну, я вам скажу, что в течение года мы регистрируем вот свежих случаев, которые мы впервые в жизни выявляем у больных, примерно около 600 случаев в год. Вот в течение года. Это разные, как говорится, разные виды больных. Впервые заболевших, ранее болевшие и так далее. Где-то 600 случаев. Вот. И если от них 90%, то есть считайте, что 500 человек. Раньше они лечились 2-3 месяца, ожидали результата. Все это время получали препараты, которые абсолютно им не подходили. А побочное действие вызывают. И были неэффективными. Вызывали. Но самое главное, что они пребывали в это время в стационаре с другими больными, у которых нет этой формы заболевания. Они с ними находились в одной палате. И поэтому это способствовало даже внутрибольничному инфицированию больных. Перекрестной инфекции. На сегодня у нас, как говорила Ирина Ивановна, есть 4 специализированных отделения, которые все отвечают европейским стандартам. Это системой санации воздуха. Вот если можно, я бы просто хотела добавить для жителей области, чтобы понимали, что такое вот эта молекулярно-генетическая диагностика. Когда диагноз можно поставить в течение 3 дней, а не так, как было раньше в течение 2-3 месяцев. Потому что если поставлен вовремя диагноз и начато лечение, то буквально через 2-3 недели этот больной совершенно не опасен для окружающих. И это очень важно. То есть он уже не представляет никакой угрозы. У него уже не выделяются микроботки и туберкулезы. То есть вовремя начатое лечение. Это очень важно для, действительно, как компонент, который запорука, скажем так, это снижение вот этих высоких цифр заболеваемости туберкулезом. Все это должны понимать, потому что действительно мы всегда боимся больного туберкулезом, когда знаем, что у него диагноз туберкулез. Так вот как раз, когда у него диагноз туберкулез, и он начал лечение, его бояться уже не нужно. Гораздо опаснее те люди, которые ходят 2-3 месяца, 2 недели с кашлем, не знают, что природу этого кашля. Вот здесь вот эти люди с неустановленными делами гораздо опаснее, чем уже, когда знаешь диагноз у больного. И правильно начатое лечение, как мы уже говорили, за 3 дня можно начать лечение и никаких проблем. То есть, насколько, мне тоже интересно, сколько дорогие эти аппараты? Это же, наверное, тоже из-за границы и так далее, раз такое качество. Значит, эти аппараты не дешевые, но тут даже не столько... Аппараты мы купили, самое главное, что мы взяли на себя обязательство, поддерживать их расходными материалами. Потому что, вы знаете, как иногда бывает, купили аппарат, а потом как на нем работает, он не работает. Так вот, мы взяли на себя обязательство, что мы покупаем эти аппараты и в течение, во всяком случае, до конца программы мы будем поддерживать именно функционирование тех аппаратов. А это миллионы гривен. Но это стоит того, чтобы действительно оказывать очень квалифицированную, своевременную, быструю диагностику. Я скажу, что одно обследование больного, вот тест-система, где-то обходится в 175 гривен. Это сама тест-система. Кроме того, раз в год нужно менять, скажем так, специальное... Состояние или оплатите больные 175 гривен? Значит, диагностика и лечение туберкулеза у нас согласно клиническим протоколам, то, что прописано, абсолютно бесплатно. Поэтому эти расходы несет сейчас Фонд развития Украины. И на один аппарат мы получаем расходники за счет глобального фонда, глобального фонда из Киева. То есть это все области, вот везде по одному аппарату, и для него дают эти расходники. У нас могут все больные практически, согласно клиническому протоколу, кому положено, обследоваться на этом аппарате. Бесплатно, абсолютно. Хотя не каждый, наверное, мог бы себе позволить и побоялся бы, и не вошел, наверное, в больницу. Вот, и кроме того, я хотела добавить, что кроме молекулярно-генетической диагностики лабораторной, которая важна для выявления больных химиорезистентным туберкулезом, вы правильно отметили вот эту проблему для Донецкой области, это сочетанная инфекция туберкулез ВИЧ. Почему это опасно? Потому что это не совсем типичное течение, труднее диагностируется. Реже бывает бактериовыделение. И там таков, как говорится, специфика заболевания, что нужно углубленное рентгенологическое обследование, чтобы выявить так называемые внелегочные формы туберкулеза. И другие методы, современные методы лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики и так далее. Какой процент ВИЧ-инфицированных заболевает туберкулезом? Очень большой. Донецкая область несет самое большое бремя в Украине. Вообще по ВИЧ-инфекции бремя это число ВИЧ-инфицированных. Область большая и бремя большое. И риск заболевания туберкулезом, причем не в результате заражения, а в результате ослабления иммунитета и активизации инфекции, где-то 30 раз выше у ВИЧ-инфицированного. 30 раз выше? 30 раз выше. И у нас каждый третий новый случай заболевания туберкулеза, это сочетанный с ВИЧ-инфекцией. Такого показателя нет нигде в Украине. Но тут еще, как говорится, почему это? Потому что у нас очень серьезно относятся к диагностике, и у нас не боятся ставить диагноз этот, у нас есть возможности для его постановки. И вот я хотела сказать, что кроме джинэкспертов, областным бюджетом, это была, по-моему, субвенция была, был приобретен компьютерный томограф. Это как раз тот аппарат, установленный в областной туберкулезной больнице, где ВИЧ-инфицированы с подозрением на туберкулез, у которых нет выделения мокроты, нет кашля. То есть нельзя лабораторно установить диагноз. Вот они имеют возможность бесплатно проходить обследование на спиральном компьютерном томографе. Бесплатно. Ну, для, как говорится, просто справки. Ну, обследование, если это делать где-то в диагностическом центре, там где-то платные услуги. От 300 разной виды до 500 иногда и выше. А если к вам придут, попросят, не откажете? Что значит попросят? Ну, по направлению. Понимаете, здесь попросят, не проходят. Здесь только по направлению специалистов из городов и районов области. Есть специальные зональные врачебные комиссии, которые этих больных отбирают. Есть областной центр СПИДа, где есть больные с подозрением на туберкулез. Все по согласованию, пожалуйста, только по направлению этих комиссий. То есть просто так, вот если сказать, я пришел, хочу обследоваться. Ну, в принципе, это неправильно. И ни в одной стране, как говорится, даже цивилизованной в Европе, это не проходит. То есть нужно пройти все этапы. Определенную процедуру. И кому положено, тот пройдет это обследование бесплатно. Ну, вот раз мы уже заговорили о направлении, о районах области. Везде ли есть в районах фтезиатры? Везде ли они положены? Потому что мы, допустим, сталкивались, что кардиологи есть не везде. Нет, фтезиатры у нас есть везде. Везде, во всех районах. Другое дело, их достаточно или нет. Значит, вообще положен фтезиатр на 20 тысяч. Население. У нас есть сельские районы, где население примерно 19-25 тысяч. Значит, у нас 90% районов сельских имеют в своем штате фтезиатров. А там, где не имеют, то эти сельские районы закреплены за близлежащими турбиспансерами. Городами, да, турбиспансерами. Дело сведения тоже сообщают, что возбудитель туберкулеза, как вы уже все знаете, наверное, палочка Коха, она не боится ни кипячения, ни спирта. Передается туберкулез при кашле, чихании со слюной. Также через мясо и молоко больных животных или с молоком матери. Так ли это? И чего вообще стоит бояться? Может ли человек заразиться на рынке? Кипячения очень даже боится. Да, боится? Солнечного света очень даже боится. Не так уж она неуязвима. Да, она хорошо, палочка выдерживает низкую температуру, поэтому вот в почве где-то, да, вот зимы там жестокие, абсолютно не страшны. Выживает замечательно. Даже и причем можно реанимировать микобактерии, которые там тысячи лет когда-то. То есть есть такие даже опыты. То есть это действительно так. Но я бы хотела, чтобы население тоже сегодня понимало, что только половина заболеваний туберкулеза связаны с заражением. Вот все боятся больных туберкулезом. Естественно, конечно. А половина, половина. Не нужно никакого заражения. Мы практически все инфицированы ко взрослому, так сказать, возрасту, да. И на фоне сопутствующих заболеваний, каких-то неблагоприятных факторов, даже стрессовых каких-то ситуаций, больших физических нагрузок. Ну, сочетание неблагоприятных факторов, знаете, во времени и в пространстве. И может произойти активизация вот этой эндогенной инфекции. Мы уже говорили о том, как помогает Фонд развития Украины благотворительной. Но еще не говорили о телемедицине, да, о лабораторной базе поговорили, о ремонтах, оборудовании. Вот расскажите, пожалуйста, Антон, насколько важна коммуникация в врачебном мире? Вот есть четыре, да, тут диспансера по области, областной. Вообще, насколько важны контакты? Вернее, как это осуществляется технически? Вот вы больше раз расскажите. Ну, мы с вами живем в информационном обществе теперь. И без телекоммуникаций нашу цивилизацию представить в принципе невозможно. Естественно, это касается и медицины, и здравоохранения всех ее сфер. Ну, хочу сказать, что вот несколько месяцев назад в этой студии мы с вами беседовали о том, что только открывается телевтизиатрическая сеть в нашей области. И вот буквально несколько дней назад мы перешагнули порог в тысячу пациентов. Тысяча пациентов проконсультирована с помощью телемедицины в рамках областной сети, которая существует с октября прошлого года благодаря Фонду развития Украины. Давайте еще раз напомним зрителям, в чем же отличие телемедицины, телеконференции от интернета, просто переписки электронной или скайпе? Телемедицина представляет собой направление современного здравоохранения. Это использование телекоммуникации, компьютерной технологии для предоставления медицинской помощи, медицинских услуг дистанционно. Как говорится, в тех случаях, когда географическое расстояние между пациентом и медицинским работником является критическим фактором. В приложении к физиатрии, даже сказать более конкретно, к проблеме мультирезистентного туберкулеза, дело в том, что эти пациенты лечатся сразу в нескольких учреждениях, ну, скажем так, по месту выявления. Но согласно законам, опять же таки мировой практики, мировым протоколам, каждые два месяца эти пациенты, точнее их документация, должна представляться на специальное консилиум, на специальное заседание врачебной комиссии, которое происходит в областной больнице. От этого зависит дальнейшее течение лечения, назначение препаратов? Да. И первичное подтверждение диагноза резистентности, соответственно, определение пациента в соответствующую когорту, и каждые два месяца подтверждение лечения осуществляется через комиссию. Как это было раньше? Раньше собирали оригиналы истории болезни пациентов, рентгенархивы, транспортировали в областной центр, то есть, с одной стороны, это неудобно, с другой стороны, это опасно, с третьей стороны, это неконфиденциально, будем говорить откровенно. Теперь у нас внедрена система телемедицины, которая включает в себя целый ряд инструментов, прежде всего, это электронный документооборот, то есть, никакая бумага больше не транспортируется. То есть, это система в целом, да? Это, в общем... Да. Я хочу подчеркнуть, что в любом случае телемедицина подразумевает обязательную защиту персональных данных. Но благодаря фонду, благодаря не только финансам, но даже волевому решению фонда, была построена не просто телемедицинская сеть, но сеть на закрытых каналах связи. То есть, это высший уровень защиты персональных данных, который возможен. Уже говорят о том, что мало времени осталось, а у нас еще есть сюжет о том, вот есть перспективы работы фонда. Хотелось бы сказать о том, что лаборатория Донецкого областного топ-диспансера ждет расширения. Оборудование медики принимают постоянно, а вот площади больше не становится. Даже для съемок места журналистам было катастрофически мало. Однако скоро частное государственное партнерство, меценаты обещают это изменить. Пожалуйста, сюжет о том, что же сейчас в лаборатории. Оборудование в лаборатории достаточно, говорят бактериологи. Здесь есть световой и люминесцентный микроскопы, аппараты для исследования материала на жидких и твердых питательных средах. Завозить новое оборудование стали с 2002 года. Из глобального фонда, из ВОЗа, также по госбюджету, то есть из розвитка Украины получаем оборудование. То есть много спонсоров, которые помогают. Обслуживает лаборатория не только больницу, но и всю область. Помимо основной работы сейчас занимается всеукраинским контролем качества эпиднозора. Загруженность максимальная. Объемы работы увеличились, а здание осталось тот же. То есть при получении нового оборудования у нас не хватает помещения. Понимаете, оборудование новое, получается, нет места, куда его можно поставить. Решить проблему с размещением нового оборудования обещает фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». За счет фонда планируется постройка нового здания. Разработка проекта длится уже полтора года. Часть нового полученного оборудования в данную лабораторию будет перенесена в новую, ну и часть будет получена новая. Также будут использоваться те методы исследования, которые сейчас. Также, я думаю, будут новые молекулярные генетические методы исследования, генотайп, вот, мы будем использовать. То есть для этого нужны большие площадя. Закончить строительство новой лаборатории обещают до конца года, говорят врачи. Однако часть оборудования останется работать в этом здании. Анастасия Шкурко, Тимур Соколов, программа «Здравствуйте». Ирина Ивановна, расскажите, пожалуйста, когда же будет строиться лаборатория, насколько много возможностей, какой она вообще должна быть, чтобы разместилось все оборудование, может быть, что-то новенькое завезут. Пожалуйста, коротко, уже не так много времени осталось. Лабораторию, мы, строительство лаборатории у нас было задекларировано в этой программе 2012-2016. К 2016 году лаборатория будет. Сегодня она на стадии проектирования, разработки. Мы хотим сделать такой проект, который отвечал всем международным европейским стандартам. Ну, не так скоро хочется обращать. Это не так просто, это очень сложно делать. Но, тем не менее, мы привлекли и международных экспертов. Сегодня мы этот проект разрабатываем. И что очень сложно еще, это увязать с нашими всеми моментами, которые нужно привязать к территории, к местности и так далее. Это тоже все сегодня мы делаем. Мы взяли на себя все эти обязательства. И то, что мы задекларировали в этой программе, фонд эти обязательства выполнит безусловно. Анна Григорьевна, сколько нужна лаборатория? Вот немного мы коснулись, некуда уже оставить оборудование. Ну, абсолютно правильно. То есть, лишнего оборудования нет. Оборудование только то, которое нужно. И его работа и качество, как говорится, результатов зависит от того, насколько правильно оно размещено, соблюдение потоков и так далее. На сегодня, как было сказано, не отвечает по санитарным нормам, по размещению оборудования. Плюс ко всему мы планируем еще один аппарат приобретения. Тоже хороший очень аппарат лабораторный, но не молекулярно-генетический. Конечно, ему нужно место. Ну, довольно-то тоже он и велик, и так далее. Конечно. Если это будет сделано, это будет лучшая лаборатория в Украине. И это будет хороший финал той работы, которую мы все уже проводим почти уже 10 лет. Спасибо большое нашим гостям. Туберкулез объявлен глобальной проблемой здравоохранения еще 21 год назад, в 1993 году. До сих пор в Украине эпидемия этого заболевания не была преодолена. Туберкулез называют маркером состояния общества, и в этом году заболеваемость снизилась. Проходите фотографию вовремя, обследуйтесь, берегите себя. И здравствуйте. Мы прощаемся с вами. Продолжение следует...